итак друзья всем привет очередная запись по установке ГБО на Renault Duster 2.0 сегодня мы будем снимать коллектор вот этот алюминиевый и врезать форсунки в отлитые места на заводе вернее не форсунки а штуцера для дальнейшего присоединения форсунок вот они штуцера штуцера с хомутами снять нам придется скорее всего вот этот пластмассовый кожух пластмассовый коллектор чтобы подобраться к алюминиевому сейчас начнем а там посмотрим как оно будет съемка нон-стоп без перерывов и без монтажа ну естественно вначале нам надо будет подсоединять все сопутствующие элементы так начнем с фишек рампа топливная здесь гайка навоса машины пробег сто тысяч поэтому все крутится без нареканий так еще нам понадобится какая нибудь коробочка куда мы будем складывать болты вот такая вполне сойдет теперь отсоединяем фишки подсоединяется путем нажатия на замок вот такой замок нажимаете на него и тяните фишку вот машина горячая желательно предварительно остудите автомобиль так весь этот жгут можно приподнять наверх еще вот эту фишку снять но не приподнимается тогда вниз вот так в бок точнее затягиваем рампу не хочет не хочет не идет рамку ну в этом случае можно ее и не снимать но тогда придется мудрить так первая вышла форсунка вторая вышла третья вышла чуть-чуть до усилия и четвертая вышла смотрим чтоб все были на месте фишечки так вот сюда продеваем вот так я просто почему не хочу снимать вот этот провод топливопровод с нее вот он потому что польется же бензин ну и убираем ее в сторону и еще раз посмотрим на состояние наших колечек резиновых ну к ним вопросов у меня нет вообще все прекрасно теперь откручиваем вот этих вот пять болтов тоже на восемь сначала отпускаем а потом откручиваем можно взять отвертку ну с насадкой на восемь сейчас у нас осень ноябрь ноябрь месяц вовле двигателя очень жарко а на улице так-то уже прохладно поэтому смотрите двигатель лучше остудить предварительно вот вот такие тут болты с вот таким ограничителем ну как я и думал он двигается и здесь стоят такие овальные полукруги то есть нам скорее всего не придется снимать снимать вот вот этот вот потому что геморройно снимать мы сейчас открутим еще вот этот чтобы подслабить не хочет а а только и и он ход увеличился а а а а а Так, и вот здесь еще зажигаем, вот, ох, вот еще стал больше. Вот так вот она сорвалась у нас. Вот так вот. Привет. Да ничего, просто как-то это как-то без предупреждений. У меня тут съемка идет. Так, продолжаем, меня отвлекли. Значит, он немножко вот так приподнимается и вот таким вот образом назад встает. Каким-то таким, что получалось. Вот так, чуть-чуть прихлопывая шиву, он встает назад. Ну, нам надо приподнять, соответственно. Вообще, по идее, его лучше снимать, но мы же не хотим. Начинаем откручивать коллектор. Да, здесь лучше побольше снимать, а то этот маленький у нас помой. Так. 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 раз, два, три, четыре, открутил. Пятый стоит вот здесь. Немножко неудобно к нему долезть. А если вот так сбоку, то все долазили. Ну, и шесть и семь будут вот эти шпильки. Получается вверху пять, и внизу раз, два, три. А вот там еще есть один в глубине. Который безумно тоже неудобный. Который, наверное, придется вот этим вот откручивать. Маленьким. Да. Маленьким. 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 Пошел. Так. Ну и две вот эти вот шпики. Не знаю, чем их. Что-то надо на них придумать, чтобы не сорвать. Порошковым ключом. Или лакедным каким-то. Здесь тоже десятки. сейчас я сигнал попробую. Вот такой вот ключ. Ну да, отлично. Так. Ну и все. и закручиваем. Маленьким. 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 Субтитры сделал DimaTorzok Вот такие вот болты Вот у меня будет отверточкой Вот так Я так понимаю верхние будут длинные А нижние будут короткие По мне так кажется Это хрантуга Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Да, друзья, все верхние болты Они длинные, вот такие Все нижние болты, они короткие Так, где-то он еще Субтитры сделал DimaTorzok 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 Похоже, что они тут еще держатся, вот с этой стороны Я могу только понять ничем Я могу только понять ничем Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Дальше, что нужно будет вот эту фишку еще снять Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Да, вот это стоит еще один болт Субтитры сделал DimaTorzok Снимем который я первый раз попробовал сорвать или я что-то соскочил а а а а а а а а а он кстати длиннее чем все остальные болты ну да вы наверно она держится еще вот на этом болту который мы тоже сейчас открутим здесь у нас 18 похоже вот меж 16 еще раньше 15 значит 16 болт идет свободно значит двигатель держится не на нем а 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 что то еще а а Субтитры сделал DimaTorzok 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 DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok смотрим наблюдаем все в порядке там прокладочка она тоже упала прокладку я буду эту же ставить назад она в шикарном состоянии новая завода вот так вот ее протерли ее же обратно мы и поставим а пока она лежит где-то вот здесь там тоже все протереть значит что здесь дамы и господа здесь у нас под вот этими вот такие колечки стоят нужно проверить их вообще наличие есть они там или нет резиновые колечки у меня они вроде бы есть но что-то не нравится подустали но это я следующий раз поменяю ничего здесь как бы замысловатого тут надо будет открывать эту крышку сам коллектор естественно надо будет очистить от этого песка и будем мы засверливать его вот в эти места вот этот штатная отливка для гбл и и и и и Продолжение следует...